Разрешат подзарядить телефон, воспользоваться стиральной машиной и даже приготовят еду для вашего ребенка. Неравнодушные севастопольцы пришли на выручку тем, у кого нет света. Объявление о том, чем и как могут помочь, активисты разместили на городском форуме. Как город русских моряков справляется с энергоблокадой, знают наши журналисты. Сергей помогает севастопольцам более семи лет. Мужчина – руководитель сервисного центра. Собрал несколько десятков компьютеров для инвалидов и делал подарки семьям, которые попали в трудную ситуацию. А когда с проблемами столкнулся весь город, он тоже не смог остаться равнодушным. Предлагает горожанам заряжать в своем офисе мобильные телефоны и греть воду. А еще делится секретами со всеми любознательными. Можем помочь с консультациями, как сделать электричество дома, как там те же 220 вольт инверторы, преобразователи и тому подобное. Ну, так называемые IT-консультации. Тому, кто знает, ну, наверное, просто. А тому, кто, может быть, догадывается, то лучше без посторонней помощи такое не делать, потому что, как бы, ну, возможны последствия, скажем так. О том, чем и как они могут помочь, неравнодушные сотрудники центра написали на севастопольском интернет-форуме. Таких объявлений здесь не один десяток. Поддержат и помогут во всем. Разрешат воспользоваться стиральной машиной, холодильником и даже услугами няни. Я написала в теме, что могу там девочкам кипятка в термос согреть, детское питание развести, допустим, ту же кашу сварить, телефон подзарядить. В зависимости от Севастополя, конечно, не скажу, но, по крайней мере, моё окружение придерживается такой позиции, что нам проще перетерпеть месяц-полтора, чем дальше быть зависимыми от перепадов настроения украинского правительства. В разные годы жителям города русской славы приходилось переживать войны, разруху, политические противостояния, нищету. Проблемы с подачей электроэнергии горожане тоже воспринимают как временную трудность. Те, у кого есть свет, всегда готовы прийти на выручку тем, в чих окнах он пока ещё не загорелся. Анастасия Соленик, Время новостей, Севастополь.